Добрый вечер на вашем канале новости в студии Елена Кобзева и Джолдош Исаков и вначале коротко о главном. Насиловали втроем 16-летнюю. Кто из троих отец ее новорожденного может установить экспертиза? Родные девушки боятся безнаказанности, обидчики даже не задержаны. Спасать свободные квадратные метры столицы от незаконной застройки теперь будут организованы. При мэрии создан спецштаб, в который войдут все уполномоченные органы. Зарабатывали на горе. Мошенники распространяли публикации с призывом перечислять деньги на лечение онкобольному ребенку, который уже скончался от рака. Во вред своим же гражданам. Переход Кыргызских железных дорог на более дешевые тарифы в рамках ЕС затягивался намеренно. Ущерб оценивается в 115 миллионов долларов. Топить или замерзать. Нарынская зима самого сурового региона страны каждый раз испытывает жителей на прочность. Но на сей раз это делают и местные чиновники. Такие выводы можно сделать из заявлений депутатов. Наранчане обратились к ним с жалобами о том, что вот уже неделю они не могут приобрести уголь. Однако руководство области сказанное опровергает. Хоть топливо и не в достатке, в школах топят непрерывно. Бороться с холодом нелегко, ведь температура за окном 38 градусов. Впрочем, жалуются люди и на стоимость угля. Несмотря на то, что его добывают в их же области, из-за отсутствия топливной базы и доставки перекупщики делают безжалостные накрутки. Самый холодный регион страны остался без топлива. И это в самый разгар зимы. Об этом сообщили депутаты после того, как к ним обратились жители этой области. По их словам, люди уже неделю сидят без угля. В этой связи по инициативе парламентариев для дачи отчета на сегодняшнее заседание был приглашен представитель руководства области Аманбай Каипов. Он, в свою очередь, опроверг информацию о том, что в школах нет угля. По словам губернатора, холодно, потому что виновата погода. Во всех школах уголь есть. Что поделать, если у нас на рынке температура опускается до минус 38? Что с этим поделать? Мы делаем все, что в наших силах. Топим постоянно. Никаких перерывов, перебоев не было. То, что родители просят продлить каникулы, такое бывало в Ахталинском районе. В этом году, по сравнению с прошлым, угля было добыто больше. Например, в 2015 году твердого топлива было добыто 600 тысяч тонн, а в этом уже 760 тысяч. Но, несмотря на это, в селах на рынок угля не хватает. Проблема, прежде всего, с доставкой. То базы нет, как и техники, которая бы его перевозила, говорят местные власти. Вы говорите, что около 700 тысяч добывается. Каждая тонна стоит тысячу сомов. В таком случае налогов должно было быть 60 миллионов, но от вас даже 10 миллионов не поступает. Я это уточню и после отвечу. Как вы уточните, нам уже отчитывался господин Кулбараков. Говорит, что в на рынке у вас все в порядке. А на самом деле это ведь не так. Отпускная цена на уголь с угольных разрезов на рынке 1200 сомов. К тому моменту, как его доставят до Бешкека и Чуйской области, его стоимость достигает 4-5 тысяч за тонну. Даже в самом на рынке, где уголь добывается, населению его реализуют недешево – 3,5 тысячи сомов. Депутаты требуют, чтобы соответствующие органы провели проверку на предмет обоснованности столь высоких цен и приняли меры. Надо провести расследование. У нас вообще неправильно работают рыночные механизмы. Ко мне обращаются жители Бешкека и Чуйской области. Говорят, что местный уголь, который добывается у нас в стране, продается по очень высоким ценам. Мы для этого сократили поставки из Казахстана. Каждый год 750 тысяч тонн завозили, а теперь сократили до 500 тысяч тонн. Но монополисты этим воспользовались. И в итоге уголь, наоборот, подорожал на полторы тысячи сомов. Что это такое? Да, вы правы. Мы сократили поставки казахстанского угля. Но посредники так завышают цены. В свое время этот вопрос поднимался. Мы говорили об этом антимонопольному органу. Перед Новым годом, отмечу, такого ажиотажа не было. Цена за тонну в Бешкеке на топливной базе была 2700 сомов. Как выяснилось, урегулировать ценовую политику на уголь не смогло даже антимонопольное агентство. Чтобы решить эту проблему, нужно повсеместно открывать топ-базы. А еще обзавестись техникой, которая бы обеспечивала доставку. Для этих целей правительство решило выделить для Нарынской области 100 миллионов сомов. Но когда эти деньги материализуются в объекты и оборудование, неизвестно. К тому времени уже закончится зима. Елена Яковлева, Мэрия Мташибекова, Бакыт Кушалиев, НТС. Мэрия Бешкека объявляет войну нелегальным застройщикам в столице. В муниципалитете создан оперативный штаб, которому ставят задачу жестко пресекать все нарушения в сфере строительства. Борьбу муниципальные службы должны вести сообща с другими органами, госстроем и гостехинспекцией. В свою очередь, соответствующие профильные департаменты столичной мэрии также должны усилить свое взаимодействие. Речь идет о Бешкек, глав архитектуре и департаменте индивидуального жилищного строительства. Впрочем, успех усилий все равно будет зависеть от судебных органов. Потому что сносить или нет незаконно построенный объект, решение остается за фемидой. Муниципалитет, кажется, всерьез намерен начать борьбу с незаконным строительством в столице. Даже риторика вокруг инициативы звучит по-военному. Нелегальным постройкам объявляется война. А координировать, что называется, боевые действия, будет специально созданный оперативный штаб. В мэрии говорят впервые. Таким образом, предпринимается системный подход, поскольку в этот штаб вошли все ответственные службы. Начиная от Бешкек, глав архитектуры и госэкотехинспекции, и заканчивая предприятиями Тазалык и Бешкек теплосеть. Этот штаб создан для того, чтобы начинать упорядоченно вести работу. Будет сначала проведена инвентаризация всех строительных объектов в городе. Причем там и по капитальному строительству, и по индивидуальному строительству. Это первое. Второе, будет систематизированная работа по всем сетям, чтобы не было никаких незаконных подключений. Если даже будет перекладка труб, будут инвестиции в этой сфере, они все должны быть системными. Таким образом, столичные власти обещают жестко бороться со всеми нелегальными застройщиками. Другой вопрос, поддержат ли этот бой судебные органы. Поскольку сносить или не сносить тот или иной незаконный объект, окончательное решение принимает Фемида. А это уже очень непростой вопрос. К примеру, в столичной госэкотехинспекции, говорят, в прошлом году ею в городе было выявлено 98 незаконных построек. 46 из них капитальные строения. По всем объектам инспекция обратилась в суд. Но пока ни по одному из них нет решения о сносе. Из всех объектов, которые незаконные строительства, выданы предписания, оформлены протоколы и вынесены уже постановления. Постановления с нашей стороны. Есть постановления со стороны судей. Судей тоже есть отдельные постановления. Но сегодня идется профилактика. Тем временем департамент индивидуального жилищного строительства мэрии Бишкека на днях отчитался, что за прошлый год в столице были снесены 106 незаконных строений. В основном это хозпостройки, заборы и гаражи, глинобитные времянки. И что самое интересное, добротных особняков, построенных в парках, что само звучит как крайне что-то незаконное, в этом списке нет. В ответ на возмущение граждан о том, что муниципалитет борется с незаконным строительством, только на окраине Бишкека, снося глинобитные мазанки и кибитки, мэрия объявила о намерении снести особняк в парке имени Ататюрка. Тогда это было сенсацией. Прибывшие телерепортеры действительно здесь увидели экскаватор, который своим ковшом тогда выцаропал несколько кирпичиков из проема окна, развернулся и уехал. Порошло 4 года и, как вы видите, здание стоит в том же состоянии. Впрочем, и сейчас в мэрии обещают, что борьба с нелегальными застройщиками теперь будет бескомпромиссной. Если объект возводится с нарушениями, говорят смотреть, кто стоит за строительством, простой гражданин или влиятельный олигарх, теперь не будут. Знаете, у нас был случай, когда в прошлом году мы смогли снести забор одного олигарха, который взял, перекрыл целый переулок, создавая пробки на центральной улице. Но, тем не менее, было давление, были звонки со стороны, знаете, вышестоящих органов, даже руководителя департамента пытались запугивать. Но мы не будем бояться, мы не будем бояться, потому что закон превыше всего. Кстати, не угаснет ли этот настрой, когда штаб примется за изучение законности построенных озабняков в столичных парках, станет известно в ближайшее время. Если по отдельным объектам очевидны все нарушения, по другим придется долго доказывать суду. И то не факт, что Фемида примет решение в пользу мэрии. Манас Ичгидов, Александр Симонов, НТС. Переплачивали целых два года, когда могли изрядно экономить. Кто виноват в том, что тарифы на перевозку грузов поездами через Казахстан не были пересмотрены? По словам депутатов, это вина кыргызских железных дорог. Чиновники и предприятия все перекладывают на Министерство транспорта. Ущерб в 115 миллионов долларов. Это только предварительно. В том, что казахские железнодорожники не были заинтересованы в переходе на унифицированный более дешевый в рамках ЕС-тариф, понятно. Но с какой целью наши чиновники действовали в ущерб стране и ее бизнесменам, предстоит выяснить прокуратуре. Транзитом через Казахстан по железной дороге за минувший год было перевезено более полутора миллиона тонн грузов. Согласно требованиям ЕС, внутри экономического объединения на грузоперевозке железнодорожным путем действует единый унифицированный тариф, который в несколько раз ниже транзитного. Однако после вступления в таможенный союз в декабре 2014 года Кыргызстан взял отсрочку на введение этого тарифа сроком на два года. В свою очередь, унифицированный тариф на транзитные перевозки по своей территории отказались ввести и в Казахстане. По подсчетам депутатов, это нанесло государству ущерб в более 100 миллионов долларов. Только по бензину ущерб составил более 40 миллионов долларов. Другие товары более 70 миллионов. Так вышла общая сумма где-то 115 миллионов долларов. Но это еще только предварительные данные. Материалы мы передали в антикоррупционную службу. Счетная палата подсчитывает. Возможно, сумма ущерба окажется еще больше. Потери кыргызстанских бизнесменов от неприменения унифицированного железнодорожного тарифа, как сообщают эксперты, превысили 60 миллионов долларов. По словам депутатов, в сохранении своего прежнего уровня доходов заинтересованы прежде всего казахские железные дороги. Однако с инициативой сохранить тарифы все на том же высоком уровне, по словам Конужбаева, выступила и наша сторона в лице госпредприятия кыргызстимирджулу. Если до вступления в ЕАЭС перевозка, к примеру, цистерны ГСМ по территории Казахстана обходилась в более чем 3,5 тысячи долларов, то с применением единого тарифа эта стоимость сократилась бы уже до 1200 долларов. На станцию Бишкек, например, мы скажем, этот вагон бы с ГСМ пришел бы в сумме, составлял бы 4719 долларов 86 центов. Если бы мы применили бы унифицированный тариф своевременно и сразу, то мы бы здесь сэкономили. Общая сумма 2252 доллара 54 цента. Вы представляете, какая разница? Разница получается в 2,5 тысячи долларов. Тем временем в самом кыргызстимирджулу отрицает свою причастность к отсрочке. По словам представителей госпредприятия, кыргызская железная дорога наоборот была заинтересована в введении унифицированного тарифа и была готова к этому уже с января 2015 года. По их словам, это позволило бы увеличить объемы перевозимых грузов, а кроме того избежать 100 миллионов сомов ежегодных убытков, которые терпит само предприятие. Я однозначно скажу, что это не кыргызская железная дорога, вот эту исключительную отсрочку, которая не позволяла нам ввести уже в 2015 году унифицированный тариф. И, соответственно, ожидать от Казахстана введения уже в 2015 году унифицированный тариф. Это инициатива курирующих представителей, которые занимали определенную должность в Министерстве транспорта. То есть, кто курировал данный вопрос в уполномоченном органе. То есть, это было непосредственно отраслевое министерство. Под протоколом консультации Евразийской комиссии, где, кроме прочего, обсуждался вопрос о срочке введения тарифной политики услуг железнодорожного транспорта согласно требованиям ЕС, стоит подпись бывшего замминистра транспорта и коммуникации Эрниса Мамырканова. Тем временем, два дня назад, Казахстан сообщил о введении этого самого унифицированного тарифа на транзитные перевозки по своей территории. От станции Луговая до станции Лецк. Если перевозка одного вагона раньше стоила чуть больше 5000 долларов, с 10 января перевозка обойдется уже в 1800 долларов. Тариф был снижен почти втрое. Бот ИСС, Мадолу Тахунов, НТС. Юная и запуганная девочка 16 лет стала матерью в результате изнасилования. Трое молодых людей силой увезли ее из села, после чего надругались и еще засняли это на видео. Все 9 месяцев под угрозой расправы с ее семьей девочка скрывала от родителей свое положение. А в прошлом месяце родила сына. Насильники до сих пор на свободе. Все трое не задержаны, а их родня, как утверждает отец потерпевшей, всячески пытаются замять это дело. Молодые люди, поначалу сознавшись с содеянным, теперь идут на попятную. Прокуратура утверждает, что держит дело на контроле, но почему-то не предпринимает никаких конкретных мер. 16-летняя Айденек в декабре родила сына. О беременности дочери родители узнали в больнице, куда повезли ее, думая, что у дочери прихватили почки. О том, что она в положении, Айденек от родителей скрывала. По словам роженицы, она подверглась сексуальному насилию со стороны трех молодых людей из ее же села. Воспользовавшись отсутствием родителей, парни ночью с силой вытащили девушку из дома и вывезли на окраине села, где и надругались над ней. Сначала изнасиловал Кайрат, затем другой парень по имени Джалын показал видео. Оказывается, он снял все на камеру и сказал, что если я кому-нибудь расскажу, то он выложит это видео в интернет. Потом и он воспользовался мной, а после него Джунус. Их было трое, я не смогла им противостоять. История произошла в Каракульжинском районе Оржской области в марте прошлого года. Насильники, по словам Айденек, 1991, 1993 и 1994 года рождения жителей села Сарыбулак. Один из них работает в Айлюк Мэтю. Он не то, чтобы не был задержан. Более того, продолжает спокойно работать в сельской администрации. Другие участники также продолжают вести свой привычный образ жизни в том же селе. Мой сын инвалид, у него больные глаза, а родители этой девушки прекрасно знают, что их дочь легкого поведения. Но заявили на наших детей. Наши ребята, в отличие от нее, порядочные. Милицию информация поступила из роддома. Подозреваемые были в тот же день задержаны. В своих показаниях они сознались, что насиловали подростка. Их задержали. После следователи подтвердили, что парни сознались. То, что они рассказали, полностью совпадает с показаниями моей дочери. Когда я спросила, арестуют ли их, они ответили, что их отпустят, потому что следить за ними некому. Начальник накричал на меня и сказал, что все сотрудники работают на избирательных участках. Мол, выборы идут. Не самому же их охранять или домой к себе забрать. Поэтому и отпустили их, но и после не стали задерживать. Как заявили в прокуратуре района, несмотря на то, что парней не задержали, этот инцидент у них якобы на контроле. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 Уголовного кодекса. Ведутся следственные мероприятия. Не задерживают парней, как выяснилось, потому что Айданек изначально назвала совсем других лиц. Сделала это потому, что боялась расправы, говорит потерпевшая. Кайрат и Джунус пригрозили мне. Сказали, что я должна сказать на допросе. Они постоянно били и запугивали меня. Говорили, что убьют отца и сожгут дом. Я переживала за родителей. Знаю, что они на все способны. Поэтому я отвечала так, как они мне приказали. Но когда меня снова вызвали на допрос, я написала все, как было на самом деле. Буквально сегодня пришла мать одного из этих парней и набросилась на нашу девочку. Стала кричать на нее, мол, лучше бы ты умерла, чем мучаешь всех. То, что правоохранительные органы не предпринимают никаких мер, хотя с момента подачи заявления прошло полтора месяца, более чем подозрительно, считает потерпевшая сторона. Отец девочки предполагает, что, скорее всего, они ждут, что мы договоримся. К тому же родители подозреваемых уже предлагали лошадей взамен на то, чтобы дело было закрыто. Первый раз родители этих ребят предложили лошадей. Я их прогнал и сказал, что ни о чем не собираюсь с ними договариваться. Разговаривать мы будем с ними только в суде. Потом они приходили еще раз и предложили квартиру. Опорочена честь моей дочери, а они предлагают деньги. Как отмечают в прокуратуре Каракульжинского района, прошло 10 месяцев. Доказать, было ли насилие при помощи экспертизы, уже невозможно. А то, что девушки угрожали, тоже не берется в расчет. А между тем неподозреваемые уже успели изменить свои показания и теперь стали утверждать, что интимная связь была по обоюдному согласию. Эти парни в селе всем, оказывается, рассказывают, что дело замяли за 50 тысяч сомов. И матери этих молодых людей тоже всем рассказывают, что дело закрыли. Мол, мы ничего не смогли доказать. Еще и добавляют, что у нас в стране даже убийство можно закрыть за деньги. В октябре прошлого года в Каракульже произошла аналогичная ситуация. Тогда трое парней изнасиловали 13-летнюю девочку, вследствие чего она также родила ребенка. Суд за неимением доказательств и следов насилия дело закрыл. Тот случай насторожил родителей Айданек. Сегодня они переживают, что за сломанную судьбу девочки ответственность никто не понесет. А потому обращаются в вышестоящие инстанции с просьбой не позволить спустить это дело на тормозах. Гульжан Алтмышпаева, Пикджан Токтасунов, НТС ОЖ. Нажива на чужом горе, иначе и назвать нельзя. Накануне одно из информагентств распространило информацию о том, что в сети появились мошенники. Разместив призыв о помощи ребенку, страдающему онкозаболеванием, журналисты решили этому поспособствовать. А чуть погодя, случайно выяснили, что это афера. Для зарабатывания денег злоумышленники использовали фотографию девочки, умершей несколько месяцев назад от лейкоза. Изменили только фамилию и имя, фото и диагноз оставили. Просили аферисты 17 тысяч долларов на лечение малышки. Ничего святого, говорят работники благотворительных организаций. Как распознать мошенничество в сети? Смотрите в следующем сюжете. Диагноз лейкоз крови. Необходима срочная операция, иначе не выживет. Требуется 17 тысяч долларов. Такой клич о помощи трехлетней Айнази Кыркиновой был брошен в Инстаграм. Казалось бы, ничего криминального. Интернет – отличный способ дать знать максимальному числу людей о своей беде. Кто-нибудь да поможет. Пост опубликовало и информационное агентство Киньюз. Однако позже журналисты интернет-издания выяснили, что на фотографии, размещенной в публикации, изображена девочка, умершая несколько месяцев назад. Звали ее вовсе не Айназик, а Аруке. И фамилия у нее иная, только диагноз тот же. И пациентка по имени Айназик Кыркинова в больнице не числится, утверждает в детской онкологии. Малышку Аруке лечили здесь на протяжении нескольких лет. Лечащий врач не могла обознаться. Когда мы посмотрели фотографии, то увидели девочку, которая у нас лечилась 3,5 года, почти 3 года. И девочке было, она бегала за руки, было 4,5 лет. И, к сожалению, не добившись ремиссии, девочка у нас погибла где-то в конце года, в ноябре. Тяжело вспоминать, ну, родители, я думаю, что не в курсе. Поэтому мы с родителями не связались. Но факт то, что на фотографии это наша девочка. Выходит, мошенничество схема проста. Скопировать чужие данные, вставить свои имена и реквизиты. Мошенничество в благотворительности не редкость. Обычно это случается в области частных сборов, говорят в МВД. Но чтобы использовать данные умершего ребенка, до такого у нас в стране еще не доходило. Узнать таких мошенников можно по нежеланию идти на контакт или давать какие-либо разъяснения. Отсутствие полной информации об их инициативе или действиях. Отсутствие детальных отчетов общей мутности и непрозрастности. Это как раз тот самый случай. Номер, который был указан в посте, отключен. А сам профиль Айназик 2013 уже удалили. Аферисты своими действиями могут нанести вред тем, кто нуждается в дорогостоящем лечении. А таких у нас в стране тысячи. Может упасть и доверие граждан благотворительным организациям. Могу порекомендовать всем, кто хотел бы помочь, в первую очередь проверять источники, звонить по указанным номерам, не пересылать своим друзьям сообщения, такого рода не проверив источники, телефоны и правдивость информации. И хотелось бы также отметить, что всегда можно для себя отметить какие-то организации с высокой степенью доверия, которые уже работают в этой сфере. Сначала звонить по номерам этих организаций, спрашивать информацию. Сколько заработали мошенники в данном случае, пока неизвестно. В милиции уже начали расследование. Анастасия Соболева, Урмата Канбекулу, НТС. Факты пыток в отношении бывшего депутата парламента Максата Кунакунова не подтвердились. Такой ответ пришел на запрос правозащитников из военной прокуратуры. Надзорный орган не нашел в действиях сотрудников ГКНБ состава преступления. Напомним, Максат Кунакунов обвиняется в пособничестве террористам. Он был задержан в 2015 году после спецоперации недалеко от микрорайона Дьюб-2. Тогда была уничтожена целая банда боевиков. Экспарламентария заподозрили финансирование боевиков и приобретение оружия. Подробности в нашем следующем сюжете. О том, что в отношении Максата Кунакунова применяется физическое давление в Центр по предупреждению пыток сообщили правозащитники Института общественного анализа. По их словам, Кунакунов жаловался на жестокое обращение, плохие условия содержания и использование психотропных веществ при допросах. Наши сотрудники посетили следственный изолятор номер один, встретились с Кунакуном, провели беседу, где он указал, что в отношении него со стороны сотрудников ГКМБ применяли испытки. После встречи с ним нами было направлено соответствующее обращение в органы прокуратуры, а именно в Генеральную прокуратуру. Оттуда мы получили ответ, что по результатам проведенной проверки отказано в возбуждении уголовного дела. Они ссылаются на статью 28 Уголовно-процессуального кодекса за отсутствием состава преступления в действиях сотрудников ГКМБ. Максат Кунакунов, напомним, был задержан летом 2015 года после спецоперации по уничтожению группы боевиков вблизи микрорайона Юг-2. Тогда экс-депутат был обвинен в связях с террористами. По версии следствия, он передавал деньги и оружие уничтоженным боевикам. Вместе с ним по этому делу проходят еще семь человек. Один из них, Алтенбек Джумагазиев, также жаловался на пытки со стороны правоохранительных органов. Жалобами Кунакунова уже заинтересовался институт омбудсмена. Главный правозащитник страны обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру. Ответ пришел тот же, что и в центр пыток. Состава преступления не обнаружена. Кубат Аторбаев сомневается, что адвокатам бывшего депутата удастся что-то доказать. Еще год назад, когда я только что приступил к обязанности омбудсмена, я посетил СИЗО ГКНБ. И во время обхода всех камер я встретился с Кунакуном. Кунакуном сам изъявил желание отдельно беседовать со мной. И во время беседы он еще тогда сказал об этом. И я сразу после посещения СИЗО ГКНБ, я отправил соответствующее письмо еще тогда. Но факт остается фактом. Но это была ли применена пытка или нет, очень трудно доказать сейчас. Юристы говорят, что у защитников Максата Кунакунова и у самого подследственного еще есть возможность обжаловать решение прокуратуры. Однако пока неизвестно, будут ли они это делать. Центр предупреждения пыток и аппарат омбудсмена по закону неуполномочены делать это за потерпевших. Это была вся наиболее важная информация уходящего дня. Журналисты НТС по-прежнему продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на вашем канале. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Мы же с вами прощаемся и желаем самого доброго. До свидания. Продолжение следует...